Я Александр Кирияцкий, сегодня 30 апреля 2022 года. Тут зеркало. Я могу показать себя во весь свой рост. Вот, отойти немножечко. И вот сейчас хочу поехать отсюда в сторону центра. Снова переписать это свое понимание политики и судьбоносности. Кому одна судьбоносность, кому другая. Я еду от библиотеки сейчас, где я встретился с двумя молодыми ребятами. Один как ребенок, другой как его папаня. Оказывается, они ровесники. Учатся в колледже классической филологии. Их специальность латынь. Я спросил, не хотят учиться после окончания колледжа. Они сказали, нет, они пойдут без университета сразу на курсы по педагогике. И без, даже без лицензии, без первой степени лицензии, без бакалавра, будут иметь право преподавать. Только с одним колледжем. В точности, как в Канаде. Меня просто это удивило. Это судьба. Кому-то молодость, как мне в 52 года, без права работать по множеству дипломов. Если бы я знал в Ташкенте, что за границей не нужны дипломы, не нужно высшее образование. Чтобы преподавать, достаточно закончить педагогические курсы. А диплом высшего образования не позволяет преподавать в школах и в колледжах. Но я-то, дурачок, этого не знал. В этом-то загвоздка. Моя глупость заключалась в том, что я с 1990 года по 1995 учился в Ташкентском государственном университете. Сдавал экзамены, проходил педагогику. Но университет не позволяет преподавать в странах демократии. Университет предполагает только возможность учиться в докторантуре, где я и учился. В Страсбурге. С 2007 по 2010 год. Но так как я не лил грязь на Путина и имел израильский паспорт, а Израилю крайне не нужны были преподаватели и люди с высшим образованием, а тем более доктора наук, Израиль сильно позаботился, чтобы мне через Соединенные Штаты и договор во Франции запретили не только защитить Тезу в Страсбурге, а учиться где-либо вообще. И вот сейчас, а без учебы на курсах преподавать-то в мой университет. Не тожгу преподаватель французского языка и литературы. Это же не курсы, это университет. А университет не позволяет преподавать только курсы. Вот сейчас я еду к зданию суда швейцарского кантона Вале. Именно этот самый суд в 2017 году подтвердил за 750 франков мной заплаченных и трудно оскопленных способия просителя Сатуса беженца, чтобы за них мне доказать, что мой Ташкентский университет годен для поступления на эти самые курсы. Куда может поступить и закончивший всего лишь колледж. А вот мой университет наук Трента, где у меня была и дидактика как предмет, ибо университет Трента в Италии занимает по дидактике первое место. Первое. И вот этот суд, я показываю это здание, более в хорошем разрешении. Этот самый суд, кантона Вале, я сказал и подписал документально на трех страницах, что Александр Кирьяцкий по диплому Ташгу может поступить на курсы в педагогике в городе Сан-Морис. А вот по диплому лучшего университета Италии, занимающего по дидактике первое место не позволяет зачислиться на дидактику преподавания, чтобы еще три года здесь учиться. Вот. И это судьба. Одному судьба состарится 18 лет, а другому, вот как я, молодой пацан, да, но без права передать свои гены. Без права вообще на что-либо. Даже без права на курсы, потому что по Ташкентскому университету у меня количество баллов не пройдет. Таких, как я, много преподавателей французского языка во французском кантоне. По конкурсу не пройду. А с Ташкентским университетом зато я имею право участвовать в конкурсе, но никак не с университетом Италии. Если бы Ташкентский университет в реальности превосходил университет наук Трента, Трентский университет, не был бы выбран лауреатом Нобелевской премии Питаевским. И Питаевский, чтобы преподавать физику и математику, как лауреат Нобелевской премии, выбрал наш Крентский государственный университет, а не Трентский университет, который занимает второе место среди гуманитарных факультетов Италии и седьмое место среди точных наук. Питаевский бы выбрал Ташгу, который занимает двадцать первое место в Узбекистане. Смешно, конечно, да? Ну, мне не смешно. Мне не смешно, потому что я лишен-то права в течение восемнадцати лет. С 2004 года. По 2022, может быть, по 2065. Быть нормальным человеком и не кушать в столовой, где питаются наркоманы, алкоголики, тунеядцы сумасшедшие. Ибо за питание в этом кафе я не плачу ни гроша, как умалишенный. Чего хочет и правительство Соединенных Штатов и Израиля. как бы реализую программу стран демократии. Но надо жить. Несмотря на то, что вот этот вот самый суд, который находится слева от этого здания конгресса Сиона Кантона в Оле в Швейцарии, где университет Трента в грош не ставится. Причина о Итальяшке. Перед Итальяшками смысла нет сцелиться для Швейцарии. А вот перед мусульманским государством Узбекистана надо показать свою лояльность, терпимость, что Швейцария не дискриминирует мусульманские государства, такие как мой родной Узбекистан. Именно поэтому диплом Ташкента мой годен для поступления на курсы по педагогике. А вот университет Тренту нет. Хотя в этот самый университет поступить очень сложно. но в Швейцарии наоборот мусульманское все ставится превыше остального всего европейского. Что я могу сказать? Жить надо любить жизнь несмотря ни на что. Кататься наслаждаться природой. Я когда в Ташкенте маленький был в 73-75 году чинары вот такие вот росли по кварталу у нас. Весь 26-й квартал Челанзара был засажен чинарами. Они были вот такие маленькие еще. Я на эти деревья залазил лет в 6-7 в 77-76 году в 78-м еще. Эти чинары мне напоминают детство. Они растут на стоянке автомобилей сегодня. Все, он, конечно, чудесный город. Я не заснял его в должном разрешении. ошибся. А вот сейчас эту ошибку я исправляю благодаря тому, что у меня два ангела-хранителя Владимир Иванович Алтухов во Франции, который во время моей учебы в докторантуре по философии упустил меня к себе жить, так как в связи с тем, что я русский, а израильтян только русских в грош не ставит. Остальных всех израильтян выходцев из Европы, из Америки, из Азии пестуют, носят на руках, дают стипендии, но только не русских. И я не получил стипендию. Жил на 3 евро в месяц нелегально, без веда на жительство с 2006 по 2011 год. с 2007 сентября по мае 2010 нелегально зачислился в докторантуру по своим знаниям, а не по протекции, несмотря на противодействие префектуры Страсбурга Эльзаса. И тогда Владимир Иванович Щелтухов Владимир Иванович Щелтухов пустил меня к себе жить, а потом снимал квартиру. Тогда в 2010 году нас заставили покинуть Страсбург из-за моего отчисления из докторантуры изгнание в академический отпуск моего руководителя нас насильно отправили жить в Перпиньян на улице Турбарант Эдуард Тлюхо третий дом Тлюхо второй этаж для россиян а первый этаж для французов там я и потерял свою память в радиоактивной квартире где у меня появились кисты которые мне удалили с опасностью что они перейдут в рак а вот Владимир Иванович удалили вес желудок потому что где-то с марта 2011 по сентябрь он получил опухоль желудка и срочную операцию но он выжил музыкант играют здесь говорить сложно надо проехать это место потому что звук не будет записывать музыкант красивая историческая улица по окончанию первого курса докторантуры в 2008 году префектура мне не дала знать что я должен был уехать из Франции просто пришли к Владимиру Ивановичу когда он ушел из дома и арестовали меня заперли в тюрьму был суд судья Пьер Вагнер оправдал меня что нет мотивации моей депортации я просил у Владимира Ивановича вернуть мои стихи книжки вещи золота мамина чтобы это если меня депортируют чтобы я и фотографии с собой взял а суд говорил нет нет вы останетесь и полиция говорила и социальный работник что я должен в 2008 году остаться в Страсбурге и сам уехать через 2-3 месяца но не всякого решения суда полиция пришла ко мне в 3 часа ночи как собаку бросила на пол надела наручники я говорю ну хоть заедем к Владимиру Ивановичу фотографии золота мамины деньги возьмем не ничего а как только меня депортировали в 2008 году Владимиру Ивановичу залезли в квартиру деньги золота не тронули а вот фотографии все мои с детства фотографии детские мои мамины дедушки все фотографии и метрики мои ташкентские конфисковали деньги золото мамина не тронули а вот архивы искали ноты но ноты я спрятал в Италии и в Израиле у знакомых хороших слава богу их это не коснулось а вот фотографии ни одной не осталось где я без мамы я в 2004 году отсканировал свои фотографии где я с мамой мамины и дедушкины все фотографии а свои где я сам без мамы не отсканировал ну думал они останутся потом отсканируют а потом не получилось потом суп с котом меня как собаку депортировали потом у Владимира Ивановича выкрали эти фотографии он руками разводит в ужасе он себя считал должником не за это несчастный человек он после того как раком заболел он хотел меня оставить но я сам боялся оставаться у нас у обоих опухоли от квартиры были целиться некуда больше он к другу отправился жить друг меня не брал и я сюда приехал в Швейцарию просить статус беженца ибо если я попросил бы статус беженца в Швейцарии то я смог бы вот остаться как сейчас в течение 10 лет а но противовес этому коли бы я попросил статус беженца во Франции а не в Швейцарии как это я сделал в 2019 году 21 декабря то тогда бы Швейцария не могла бы меня принять после отказа а Франция отказала бы точно Франция мне отказала в 2021 году даже когда еще не пришел ответ из апелляционного второго суда по закону Франция должна была мне предоставить статус беженца ибо я жил во Франции с 2006 по 2016 во франкоязычной зоне для францев кто жили в Канаде в Бельгии во Франции во франкоязычных странах имели право имели полное право получить регализацию в течение 10 лет то есть с 2006 по 2016 год я приехал в 2019 но Франция это проигнорировала также Франция являлась четвертой страной где я просил политического убежища первая была Канада вторая Швейцария третья Россия мне отказавшая в 2018 году по документам которые я предоставил Франции и также Франция могла бы предоставить мне творческий статус беженца как допустим Петру Павленскому который не являлся художником не нарисовал ничего он рисовал вот на щеке француза ножом как девочки своей любовницы рисовал мелкими ранениями по телу это явилось причиной творческого статуса беженца Петра Павленского вы понимаете а вот я со своими стихами первый переводчик Гильома девятого графа Аквитанского впервые перевел его с 1127 года в 2007 через 880 лет после его смерти перевел я его не дословно подстрочно слово без рифма без метрики без намека на поэзию как его переводили все эти 880 лет а поэтически как перевели Владимира Высоцкого на французский очень близко к подлиннику но с сохранением метрики рифмы с сохранением смысла и количество слогов то есть я читал эти подлинники окситанские конца 11 начала 12 века а потом мои переводы они по звукописи ничем не отличались но это для Франции опасно почему почему я имел право это делать они решили что человек который впервые за 880 лет решился перевести первого трубодора на французский с рифмой с метрикой сумасшедший они положили психушку там жгли мое тело не один раз а после каждой дезинфекции подкладывали мне инфицированное одеяло если бы я отказался брать это одеяло мне бы приписали шизофрению навязчивую идею и заставили пить психотропные яды которые бы меня в 2007 году в феврале месяце сделали бы идиотом неспособным абсолютно ни на что о какой бы докторантуре могла бы идти речь но я выдержал оставили шрамы эти шрамы у меня справки потому что я здоров психически но получил шрамы от эскорбиоля пеппиняне они зарегистрированы я прошу у бога возможности после смерти зарегистрировать другую мою жизнь где я бы был бы любим миром нашел бы себе девушку жену имел бы детей с 80-х начало 90-х годов чтобы мама моя не умерла так скоропостижно в 2004 чтобы она прожила хотя бы до 78-79 лет хотелось бы чтобы поднимать что это композитор нет умер до включения его последней оперы забавный случай до включения в план театра оперы и балета Алишера Новоих Ташкентцев он он умер а без него план не хотели включать невыгодно было по каким-то меркам и вот я молю богу что в другой жизни мой дедушка в других измерениях повторяющихся вселенных где опять есть земля опять я мой дедушка не умер бы до включения в планы своей цели последней цели жизни и чтобы сейчас после 2022 года я получил хоть какую-то легализацию может быть апатрит или еще что-нибудь человек без гражданства которое мне предоставило бы возможность работать чтобы заработать деньги и платить 200 долларов за каждые 10 минут второй его половины но чтобы их ставить в интернет с новой музыкой вот это я прошу у бога чтобы не было опухоли не было бы беспамятства и фортуна признания потому что надо иметь предписание на все вот сейчас я показываю место очень красивое и завершаю то что я хотел показать Александр Кирияцкий сегодня 30 апреля 2022 года не было бы Продолжение следует...